Сегодня мы начинаем тему Результаты похудения у людей, которые применяют гормональную или антигормональную терапию. Это был запрос, на который я могу ответить таким образом. Результатов много и направлений тоже много. Просто контрацепция. Самый благоприятный вариант. Прием тамоксифена, антиэстрогенного препарата, применяется при раке груди. Аутоиммунные состояния требующие особого лечения и ограничивающие очень серьезно прием добавок. Прием гормонов щитовидной железы. Например, удалена щитовидная железа и всегда будут требоваться гормоны щитовидной железы. Просто несколько беременностей подряд. Женщина, которая накопила очень много избыточного жира, как худеют в таком случае. Диабет у взрослых людей первого и второго типов. То есть это направление, по которому можно разобрать, как люди привели свою массу тела в норму одновременно с решенными задачами по общему оздоровлению. Если разбить еще проще, то чистая профилактика. То есть как худеют относительно здоровые без ограничений в выборе добавок. И что делать с теми, кто и нездоров, и в выборе ограничен очень резко. Лечение такое очень непростое лечение. Самое сложное – подобрать добавки в ситуации, когда нужно худеть. Но, во-первых, жизненно необходим прием лекарства, а во-вторых, есть жесткие ограничения по приему биологически активных добавок. Прием гормональных контрацептивов. Самый простой пример. Проблем особых нет. Есть гормональная контрацепция. Женщина 32 лет, которая за 5 лет приема гормональных контрацептивов набрала 13 лишних килограммов. На самом деле избыточная масса тела несколько больше, чем 13. Но вот эти 13 за счет приема конкретного фармпрепарата человек хочет сбросить. Что делать? Если честно, то в такой ситуации надо радоваться. Пришлось объяснять даме, что ее ситуации можно вообще все. Из этого вообще все мы выбирали самое-самое. А именно. Самое-самое важное, нужное и ценное по трем направлениям. Эффективно убивающий аппетит. Предотвращающие побочные эффекты гормональных контрацептивов. Важное для детокса и защиты печени. Женские гормоны. Что нужно знать и на что можно влиять? Знать нужно, что оральные контрацептивы повышают риск рака молочной железы. Реально повышают. При этом есть дозозависимый эффект. Чем больше эстрогена, тем больше этот очень нехороший эффект. Применение данной группы фармпрепаратов всегда ли не имеет альтернативы? Когда они применяются? Заместительная гормональная терапия применяется при раннем угасании функций яичников. Как защиты костной ткани и миокарда. Как коррекция патологического климакса. Как подготовка к экстракопоральному оплодотворению. Или же просто контрацепция. Одна из наиболее востребованных функций именно последняя. Противозачаточная. Что касается побочных реакций. Значит, изменение массы тела, частая побочная реакция. Гипертония, тошнота, рвота, головокружение, задержка жидкости, прибавка массы тела. Это побочные эффекты, которые встречаются, к сожалению, довольно часто. И можно сказать о том, что к любому противозачаточному фармпрепарату относится довольно большой список нежелательных побочных эффектов. Самая простая и самая натуральная контрацепция – это кормление ребенка грудью. За счет высокого уровня пролактина тормозится овуляция. Но можно сказать, что если есть сбои в кормлении, и овуляция как-то проскочила, наступила, то может быть такое, что одного ребенка кормят грудью, другого уже в матке выращивают, вынашивают. То есть это не стопроцентный метод, но стопроцентных в принципе и нет. Стопроцентно эффективных. Ученые, которые считали риск развития рака молочной железы при приеме противозачаточных таблеток, ученые шли от аптек, от женщин, которые конкретное количество фармпрепаратов купили за какое конкретное количество месяцев и лет приема этих фармпрепаратов. То есть они считали отсюда, от фактически приобретенных и примененных. И этот риск, к сожалению, он все-таки остается очень высоким. Значит, женские половые гормоны – это эстрогены и прогестероны. Эстрогены, собственные, синтезируемые в женском организме, эстрогены в собственных печеночных клетках метаболируют, в том числе с образованием канцерогенной фракции. То есть те самые канцерогенные метаболиты эстрогенов, которые образуются из собственных гормонов, образуются в большем количестве из лекарственного препарата, потому что доза эстрогенов в лекарственном препарате несравненно выше, чем та, которая вырабатывается женщиной самой для себя, для обеспечения своих потребностей. То есть о чем речь? О том, что и эстрогены обладают канцерогенностью и могут спровоцировать повышение свертывания крови, тромбоэмболии. И антиэстрогены в лице томоксифена тоже могут провоцировать рак. Про антиэстрогены – наш второй результат. Вернемся к гормональным контрацептивам. Тромбоз, рак, поражение печени. И мелочи, отеки, гиперпигментация, ожирение, диабет второго типа. То есть это неприятные эффекты и необходима онкопротекция. Что подобрали для конкретной женщины? Гриппайн с протекторами. Омегу-3. Обязательно омега-3, как онкопротектор. С учетом риска повышенного тромбообразования, омега-3 нужна и желательно в компании с витамином Е и витамином С. Лицетин для защиты печени и просто красоты и здоровья. Е-чай и бифидофилус лорофорс. Детоксикация, мягкая иммунокоррекция без иммуностимуляции. Келп, бурая водоросль. Источник йода. Источник очень важных микроэлементов. Защита от радионуклидов. Выводит канцерогены. И на самом деле действительно очень мощно защищает особенно тех лиц, которые проживают на территориях, изобилующих радионуклидами. Тромбоз, рак, поражение печени и по мелочам побочные эффекты от гормональных контрацептивов можно минимизировать риски этих негативных влияний. Хлорофилл. Утро начинается с хлорофила. Мощнейший детоксикант, который поможет вашей печени переварить все то, что может нагрузить иммунитет и создать неприятности вашему здоровью. Е-чай. Мягкий детоксикант. Онкопротектор, который применяют даже у детей для снятия воспалительных явлений, для достижения температуры, для детоксикации. То есть очень мягкий и деликатный и безопасный продукт. Витамины Е и С важны и нужны и для поддержки эндокринной системы, и в частности для минимизации такого риска, как повышенный риск тромбообразования. Итак, что выбрали для конкретной женщины? Начали, конечно, с гриппайна. С того, что снижают риски применения гормональных контрацептивов. Онкопротекторы и детоксиканты. И средства, снижающие свертываемость крови. Хлорофилл, гриппайн, омега-3, лицетин, келп, витамин Е, витамин С, флора и Е-чай. Значит, омега и витамин Е снижают свертываемость крови. Железо и смарт-милл добавили попозже, через месяца полтора от начала основных защитников. После того, как ввели онкопротекцию, детоксикацию и профилактику тромбообразования. Значит, почему железо? Потому что если есть железодефицитное малокровие, то обязательно будет иммунодепрессия. Иммунодепрессия в ситуации, когда есть высокие раковые риски, крайне опасна. То есть сочетание крайне нежелательное. Какие были первые результаты? Внезапная легкость в животе. Проблем не было, но стало лучше. Внезапная легкость в ногах. Проблем тоже как бы не было, не жаловалась, но стали легче ноги. Но как худеть? Умная еда содержит углеводы. Без них мозг работать не может. И включение углеводов в умный коктейль вполне оправдано. Нутриберн еда один-два раза в день. Один раз, если применялся смарт-милл. Насколько легко усмирить избыточный аппетит? Аппетит сдавался не так просто и не так быстро. И потребовался хром. Чтобы убрать тягу к сладостям добавляли хром. После него пришлось добавлять еще и пептовид. За счет аминокислот пептовид блокирует возбужденные центры голода и активизирует центры насыщения. То есть получается, что за счет натуральных аминокислот мы можем регулировать свой избыточный аппетит. Карнитин и магний в составе пептовида – это дополнительное питание митохондрии. Пришлось реально отвлекать организм от еды. Когда хотелось кушать, размешивала нутриберн, к нему добавляла пептовид. Притягивая к сладостям, разжевывала хром одну или две таблетки за раз. Живот уменьшился на 3 см уже через полтора месяца. Масса тела при этом не менялась. Но учитывая желание похудеть, был рассмотрен фитнес как вариант для расхода калорий. Идти в зал с такой фигурой было стыдно. Купила скакалку и гантели по 2 кг. И занималась дома. По срисованному с ютуба комплексу упражнений по 20 минут 2 раза в день. На работу начала ходить пешком полчаса 2 раза в день. Нагрузка не велика, но все-таки она была в помощь. Ввиду проблем с позвоночником, стал беспокоить при нагрузках на руки, добавила хондроитин и кальций с витамином D. В тот год вдруг заметила, что как-то обошлась без НПВС, без нестероидных противоспалительных средств. Хотя гели, мази и уколы в аптечке были. Обычно пользовалась хотя бы раза 3-4 в год. Это минимально, при этом считая себя здоровым человеком. Заметила, что в аптечке заряжались лекарства, которые пришлось выбросить из-за истечения срока годности. Прошло 4 года. Прием гормональных контрацептивов продолжается. Этот вопрос не задавался, нужно их применять или нет. Это решение женщины и ее гинеколога. Женщина увидела сама что. Уменьшились объемы в животе, сразу и резко после начала продукта. Значит был застой в кишечнике, на который она не жаловалась, она его не замечала. Выпрямилась спина. Физические нагрузки плюс питание, пептовид и нутриберн, которые кормят мышцы, это очень важно и мощно. Многие стали легче, хотя не жаловалось, что была проблема с ногами, но тем не менее стало лучше. Масса тела. За первые 2 года приема продукта минус 10 кг. И сейчас масса не меняется. Она стабильная. Вот какая получилась, такая получилась. Хотела минус 13, но получилось минус 10. И за 2 года это очень хороший результат, который до сих пор чудесно держится. Чего мы добились? Профилактика побочных эффектов гормональной контрацепции. Общее оздоровление. Сгонка лишних килограммов. Профилактика диабета второго типа. Значит у нее уже была гиперинсулиномия. Судя по высокому уровню аппетита, по набору избыточной массы тела, значит уже она подходила к инсулинорезистентности. И вот это удалось переломать. Метаболизм пришел в норму. И это значит, что в том числе уменьшились и раковые риски. Не быстро, но легко. Потому что все можно из продукта НСП. Потому что все оптимистично. Все бодро, здорово, весело. И на самом деле то, что не быстро, это означает, что мы не навредили здоровью. Резкие и быстрые похудения не полезны. Значит, женщина полна сил, бодрости, здоровья и многие вещи были реально профилактированы. Результат менее оптимистичный. То есть начали мы с менее оптимистичной ноты. Женщина, которая применяет тамоксифен, лекарство от приема которого не отказываются, а прием требуется длительный. Антагонист эстрогена применяется для лечения рака молочной железы. Тамоксифен. Действие антиэстрогенное. Побочные действия, как ни странно, похожи на побочные эффекты эстрогенов. Тромбофлебит, тромбоэмболия. И, к сожалению, рак. Рак эндометрия. То есть мы говорим о том, что на самом деле побочные эффекты есть. Но их применяет женщина с уже случившимся раком груди. Уже проэмпирированная. Проведена химиотерапия. Смотрим на статистику рак груди Украина. Области одновременно йода дефицитные и одновременно заражены мирным атомом. Киевская, Винницкая, Ровенская, Волынская, Черниговская, Житомирская и в целом по Украине. Рак груди катастрофически растет. Это йода дефицитные территории. На них рак груди растет катастрофическими темпами. И мы говорим о том, что йода профилактика помогает и в профилактике раков. И одновременно, если давать клетчатку и йод, то можно защищаться от атеросклероза и профилактировать инсульты, инфаркты. Но этим же надо заниматься. Простое средство КЕЛП, которое, естественно, онкобольному уже профилактировать то, что случилось, не помогает. Но помогает тем, у кого еще пока не случилось. А риски высоки. Йод одновременно с альгинатами, одновременно с микроэлементами, которые восстанавливают иммунную систему. Альгинаты способны в составе КЕЛПа связывать необратимо и выводить радионуклиды, канцерогены, токсины. И получается, что КЕЛП одновременно защищает, восстанавливает иммунную систему. И как источник йода незаменим, как мощнейший онкопротектор. Кальций незаменим тоже, потому что именно кальций должен встраиваться в наш скелет. Если вместо него встраивается стронций, то мы говорим об очень большом горе, когда стронций изнутри наших костей облучает все, из чего мы состоим. Вот этого внутреннего облучения стронцием быть не должно. И его не будет, если кальций заходит в количестве, эквивалентном суточной норме потребления кальция. Каждый Божий день. Локла. Та самая детоксикация, которая помогает в том числе даже выводить совершенно непросто выводимый цезий. Цезий является химическим родственником калия. Цезий из кишечника всасывается и, к сожалению, он обратно из кишечника возвращается в кровоток. Убивая наши сосуды, сердце, провоцируя раки и делая все то нехорошее, что делают радионуклиды. Но цезий можно вывести. В локлах содержится и клетчатка, и калий. Итак, наш второй пример. Женщина, 42 года, рак груди. Как жить у питанной даме, принимающей тамоксифен при наличии рекомендаций «Вам надо похудеть»? Отменять лекарственную терапию никак нельзя. Назначен онкологом и будет применяться долго. Лишние килограммы она набрала задолго до болезни. Рост 1,72 м, на момент обращения 98 кг. Но на момент обращения уже прошло полтора года от первой операции. И от этой первой операции до обращения в НСП она потеряла 15 кг. То есть до постановки диагноза в человеке было почти 115 кг. Очень частый и очень опасный вопрос, такой скользкий вопрос. Какие добавки пить вместо, вместо назначенного онкологами? Совершенно закономерный ответ. Мы это не обсуждаем. Отменить может только тот специалист, который назначил. Но обращаю ваше внимание на статьи, которые в том числе в журнале «Ланцет» опубликованы, о том, что если пить тамоксифен не 5 лет, а 10 лет, то снижают уровень смертности и риск рецидивов у пациенток с эстрогенозависимым раком груди. То есть пейте по 10 лет тамоксифен. Мы не можем с вами обсуждать, насколько это выгодно фармкомпаниям, насколько они заинтересовали онкологов и так далее. Методические рекомендации для онкологов существуют. Они тамоксифен назначают курсом в 10 лет. И ничего здесь не сделаешь. И если онколог не отменит, то соваться со своими советами нельзя. Или отвечать за все, что происходит с человеком, как врачу-онкологу, или с ценными советами по основной терапии. Просто не вмешиваться. Но онколог сказал еще одну важную вещь. Нужно похудеть. Почему избыточное масло тела опасно? Почему высокий уровень инсулина и сахара опасны в плане онкологических рисков, но они втройне опасны для уже онкобольного? Значит, смотрите, какая ситуация. Высокий уровень инсулина провоцирует инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность поддерживает гиперинсулиномию. Из высокого уровня инсулина проистекает окислительный стресс и эффекты провокации деления клеток. То есть методические эффекты, метоз – это деление клеток. Усиление деления клеток – это всегда нехорошо и неправильно у взрослого человека. Если еще учесть такой эффект инсулина, как гормональный канцерогенез, он как гормон влияет. И если учесть такой эффект, как антиапоптическое влияние, когда инсулин выключает апоптос клеток. Апоптос клеток – это самоубийство раковой клетки. Клетка вышла из-под контроля, она стала атипичной, она должна сама себя убить, убиться об стенку. Так вот инсулин выключает этот механизм, он не дает ей самоубиться и одновременно провоцирует ее делиться. То есть получается, что промоция канцерогенеза избыточным инсулином имеет место быть. Добавьте сюда еще, что когда инсулина слишком много, человек с избыточным аппетитом много ест. Получается, что еще избыточная глюкоза в крови, которая подавляет иммунитет. Высокими сахарами угнетается иммунитет. Высоким инсулином активируется деление клеток. И получается вот такой вот многократно усиленный канцерогенный эффект. Что такое высокий инсулин, что такое высокие сахара у человека, у которого уже есть рак? Это значит, что в общем-то надо серьезно думать о том, чтобы не пошел в рост. Злокачественный процесс опять и опять. В этой ситуации действовали по принципу выберем то, что помогает, но из того, что не запрещено. Не запрещено подарка НСП, поставляемый на рынок Украины, там где 100% подарка. Е-чай, коралловый кальций, шаркрей, гриппайн, флора, серебро, лицетин, омега-3. Не запрещены и совместимы с лечением. Из еды тоже можно не все. И вот это не все надо бы знать пока еще онкоздоровым. Почему? Потому что красное мясо и цельное молоко – это источник гормонов, которые могут быть губительны для уже больного человека. Все, что грузит печень – майонезы, тугоплавки, жиры, шпроты, крабовые палочки своими красителями, консервантами, бензопиренами в шпротах, продукты копчения. Все, что отравляет. Даже свежие фрукты и овощи можно только те, для которых сейчас подходит сезон. В них меньше химикатов. При этом фрукты, овощи, зелень вымачивать, что помогает выводить нитраты. А пестицидов вымачивание не помогает. От пестицидов как зашли, так и останутся. Как применяла разрешенный продукт НСП? Так, как применяют при раке. Только в меньших дозах. Кушать приходилось каждый час, чтобы заедать продукт. Чем заедала? Или кусочек яблока, или немного творога, или хлеб с маслом, или отварное мясо с овощами. Тут 30 грамм мяса и овощи с сырой или тушеной. Или йогурт, или кусочек банана, или вареная картошка. Количество капсул было не столь велико, как я говорила на вебинаре, что можно, чего нельзя при раке. Но с этими добавками она получила антиоксидантную защиту, борьбу с инфекциями, в том числе канцерогенными вирусами, детоксикацию, усиление детоксифицирующей функции печени, выведение радионуклидов, токсинов, канцерогенов, помощь иммунитету, флора, серебро, гриппа, энги, чай, специфическая помощь печени и одновременно защита от этих рисков, связанных с повышенным свертыванием крови в лице омеги-3. Онкопротекторы на добавке НСП обладают многоплановыми, оздоравливающими эффектами. При этом очень важно, что они ей позволены и они ей не во вред. Серебро пилось просто неделю в месяц, как обычно. Подарка от 4 до 6 капсул в день. Ей чай разводила в 1,5 литра воды, выпивала в течение дня этот раствор. Коралловый кальций 2 мерные ложки на литр воды выпивала за сутки. Шаркрей до 6 капсул, гриппаин до 3 таблеток флора, до 2 капсул. Лицитин омега тоже по 2 капсулы в день. Количество приемов пищи было велико. Кушать так, как было до болезни, когда хочется срочно наесться. И получается и быстро, и много, и часто. Просто не хотелось, потому что дробно, и по чуть-чуть, и вот волчьего аппетита нет. Питаться приходилось в каждый час. Пить нужно было много, 2,5 литра воды, ради приема е-чая, кораллового кальция. И вот организм стал отдавать жиры. Напоминаю вам, что лишние килограммы она набрала задолго до болезни. При росте 1,72 м на момент обращения 98 кг, но за 1,5 года до того она была на 15 кг еще больше. Сейчас, прошло 5 лет, ушло 27 кг. Весит 71 кг. Причем это категорически и совершенно не раковое истощение. Женщина под контролем у своего онколога. Вот этот 5-летний критический период точно и все хорошо, все стабильно. Диагноз был поставлен вовремя. Лечение назначалось и было проведено адекватно. Самое главное вовремя. И мы вовремя взяли инсулин под контроль. Высокий инсулин и гиперинсулиномия взяты под контроль. Активация деления клеток высоким инсулином. Остановили мы это. Угнетение иммунитета высокими сахарами. Прекратили. О чем речь? Речь о том, что в идеале этой женщине было бы хорошо начать работать с высокими инсулинами, с избыточным аппетитом, дробно питаться и кушать полезные для здоровья продукты НСП до того, как сформировалась болезнь. До того, как аксиома звучит тамоксифен на 10 лет. То есть в режиме профилактики. Продолжение темы, как худели люди, которым необходима гормональная терапия или в случае с тамоксифеном антигормональная. Возможно. Если вас это заинтересует, мы продолжим. Берегите себя. Обязательно занимайтесь профилактикой. Пока это возможно. И делитесь со всеми, с кем только можно.